Облик будущего мемориального сооружения обсуждали в администрации города. Прошло уже второе заседание организационного комитета под руководством председателя Ассоциации Совет Муниципальных Образований Самарской области, главы Самары Елены Лапушкиной. Локация установки памятника определена. Мемориал возведут в Парке Победы. Мемориальный комплекс, скорее всего, будет масштабным. Место, не только сам парк, выбран сегодня, которое сейчас будет предложено скульптором для дальнейшей доработки памятника. Из множества вариантов, которые предложили и жители региона, явными фаворитами стали три проекта. На одном из них художник изобразил памятник бойцу спецопераций, а позади расположилось сооружение, похожее на небольшой амфитеатр и пилоны с фотографиями. На них все то, за что сражаются защитники. Такая идея сопроводить памятник информационными стендами получила большой отклик от участников заседания. Однако, как было отмечено, если взять эту идею за основу, то необходимо более четко отразить специфику события. По мнению историков, участвующих в обсуждении, сейчас одним из главных символов спецоперации является сплочение, которое показывают все жители России. Работа предприятий, помощь волонтеров и просто неравнодушных людей. Колоссальная поддержка наших бойцов, которые отвечают на вызовы, стоящие перед лицом всей страны. Это, наверное, самый главный символ, который мы сейчас получили. Меняется наша страна как с внешней точки восприятия, так и с внутренней. Вот это действительно колоссальное изменение. Для меня самым важным символом сегодняшнего мероприятия является то, что мы готовы не ждать конца этих событий, а мы уже сейчас готовы поставить памятник. На конкурс, который проходил до 1 июля, самарцы и жители области прислали 17 заявок. В них представили эскизы, описание идей того, как, по мнению горожан, должен выглядеть первый памятник специальной военной операции. Теперь организационному комитету предстоит сформировать на основе присланных работ вариант мемориального комплекса. Дальше за дело возьмутся скульпторы, художники и архитекторы. Напомним, что ранее, с просьбой установить памятник спецоперации, жители региона обратились к губернатору Дмитрию Азарову. Он, в свою очередь, поручил властям Самары сформировать оргкомитет, который должен разработать концепцию и выбрать локацию для будущего сооружения. Мемориальное сооружение станет местом для встречи бойцов, их родных, близких и друзей, а также еще одним пунктом на туристической карте города. Андрей Бессонов, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.